итак поехали продолжение темы про сети я еще раз расскажу вам уровни моделей оси просто для систематизации как их обычно рисуют я вам рисовал двумя суток на стеках с функцированием нет ну давайте я просто пробегу сверху вниз от пользовательства мы отбежали снизу вверх от физического называется это дело уровне уровне модели курси ISO ISO это институт международный занимающийся сертификациями всякими стандартами платных предоставляет между прочим на C++ по-моему тоже именно ISO стандарт принимает но правда для тех кто не любит платить а хочет посмотреть стандарты они выпускают до предпоследней версии черновой они публичные то есть максимально близкая к стандарту версия есть ну а собственно стандарт уже плат если что можно всегда добыть тот же самый стандарт C++ уже практически принятым вариантом ладно я к чему смешно звучит оси ISO о запомнил значит модель 7 уровневая она не не совсем модель стек протоколов интернета так называемый TCP IP он не согласно этой модели построен он так и называется стек протоколов TCP IP тем не менее она является образцом и когда рассказывают именно ее в начале потому что TCP IP можно по ней как бы разложить вот я уже рассказывал примерно что к какому относятся в TCP IP и именно по ней расклад и так сверху верхний протокол называется пользовательский или протокол приложений в данном случае каждое пользовательское приложение имеет собственный протокол или возникает некоторая договоренность производителей приложений о том что они будут обмениваться определенным образом сообщений ну например с тех же HTTP существует стандарт HTTP принятый всемирным консорциумом организация которая занимается разработкой во многом этого протокола и рядом лежащего всего да и соответственно HTML 5 вот это вот стандарт всего прочего связано с HTML и собственно протокол HTTP как именно происходит GET да там POST запросы и так далее все с этим связано вот и соответственно все ниже лежащие уровни обеспечивают пользовательскому протоколу бесперебойность соединения установления соединения целостность пакетов разбиение на пакеты склеивание пакет обратно и так далее понятно да они ему услугу предоставляют и эту услугу конкретному приложению предоставляет собственно операционная система поэтому вот это это еще приложение то есть вот этот уровень это еще вы пишете сами ваше приложение допустим на питоне все ниже лежащие уровни уже обеспечиваются операционной системой ну в частности следующий уровень это сессионный и так далее сейчас перепишу их снова а пользовательский уровень на горизонтальном как бы уровне связывается с другой пользовательской программой возможно под другой операционной системой это не принципиально как эти пакеты добежали не принципиально то что это вообще были пакеты тоже не принципиально это уже некий соединение поток который можно заливать информацию а там принимать вот ну и соответственно сюда это дело приходит и они таким образом короче говоря взаимодействуют друг с другом и на этом языке должны как-то понимать что собственно они хотят вот значит какие будут бывают протоколы море вот именно тут как раз их самое море протоколов в частности HTTP, FTP, SSH, TILNET тоже для управления удалённым ну например я не знаю как он называется этот R-desk для виндового доступа удалённого MSTSC называется программка да как то так есть какой ещё VNC протокол линуксовый протокол для графического удалённого доступа к компьютеру много разных утилит работает по этому протоколу VNC tight VNC просто там VNC их очень много разных но поскольку протокол один то вы запускаете на компьютере на котором вы хотите управлять VNC сервер подключаетесь к этому компьютеру через VNC клиент с любой операционной системы лишь бы приложение поддерживалось тот же протокол и оно приложением управляет приложением которое нажимает где нужно мышкой кликает клавиатуры и создает ощущение присутствия удалённого в системе понятно ну как бы некий аналог этого как он TeamViewer но TeamViewer это такая штука которая проприетарная платная да ещё и если вдруг TeamViewer как сама фирма перестанет существовать закроет свои сервера то все TeamViewer перестанут работать разом или она захочет заплакировать вам персонально какому-нибудь Эдварду Сноудену доступ и вы не сможете соответственно никак работать да когда вы ну вот просто есть протокол есть приложение оно там установлено тут установлено вы соединились напрямую всё никаких посредников понятно поэтому в этом смысле например та же VNC является обладает неоспоримым преимуществом или SSH перед какими-то другими способами удалённого управления изощрёнными там где вам ещё рекламу довешивают которая вообще никому не нужна поэтому открытый протокол открытый протокол хорошо продуманный является на самом деле гарантом появления ну почти гарантом если он популярный если он нужен почти гарант появления свободных приложений которые его поддерживают поэтому хотя я мог бы сюда чисто теоретически написать тот же самый Skype да но мало того что он закрытый не публикуется как именно там происходит передача запросы шифрование дешифрация да как именно сжимается видео аудио да ну он закрытый изменяется тогда когда Майкрософту удобно всем известно что Skype купила фирма Майкрософт ну вот и он с тех пор стал портиться иногда даже падает в чуть ли не всемирном масштабе на пол сутра было такое вот но самое главное что он точно так же он не даёт вам прямой прямого соединения точнее от вас закрыта часть прямая а часть через их сервера проходит то есть если они в любом случае что-то захотят то он просто упадёт и не будет работать понимаете есть множество протоколов видеосвязи менее известных просто менее раскрученных которые прямую связь прямое соединение напрямую да прямая отдача кодеком жмёте и отправляете я не специалист по видеосвязи ну Skype я вам скажу что мало того что он закрытый так он ещё и защищён так называемые software patents это великое зло патенты на программное обеспечение обеспечение то есть когда запрещено делать программе там не знаю кликать тут кнопочкой там или какой-то жест использовать или там не знаю или пользоваться каким-то протоколом понимаете невозможно написать свободную free программу да не freeware а именно реально свободную с открытым исходным кодом программу которая будет со Skype соединяться понятно с фирмой ICQ и их протоколом я не знаю как он назывался в принципе ICQ как-то продолжает Mirabilis фирма но он был достаточно прост и делали reverse engineering то есть быстренько разобрались с тем как этот протокол устроен вот и писали кучу разных клиентов которые умели с этим протоколом работать фирма Mirabilis для того чтобы все-таки пользовались оригинальной программолиной делала так она брала и переделывала этот протокол то есть она делала выпускала новый клиент который автоматически обновляется с их сайта подтягивает протокол и умеет общаться с по новому протоколу а все те клиенты перестают работать пользователи начинают жаловаться вот он не работает ну-ка дай-ка какой работает сайской ну-ка сейчас я с этим буду клиентом понятно ну вот проприетарный протокол великое зло на самом деле поэтому вы должны как-то задумываться каким протоколом вы пользуетесь вот самые базовые протоколы которые держатся много лет на которых ну я грубо скажу не делают бабло на которых которые создают ради реального развития ради человечества да http который создал он открытый любой человек может написать браун вы можете посмотреть какие команды надо отправлять какие принимать да есть вот рекомендации как должно восприниматься то или то как html нужно отображать те или те теги с теми атрибутами те стили и так далее и очень много вещей там проработано да хорошим и открытым ftp он староват прямо скажем не надо им пользоваться более того он предполагает не одно соединение между компьютерами а несколько на разные порты через один порт команды через другой он льет туда через тот он льет туда в общем заставить его работать через маскарадинг очень сложно то есть когда у вас серый афишник внутри сети а вам надо чтобы можно было через ftp доступа куда-то там это жесть сложно я один раз настраивал сложно пробрасывать порты для ftp учитывая что несколько ssh очень хороший протокол шифрованного соединения подходит и для передачи файлов и для удаленного управления и даже для графического удаленного управления для управления с передачей графического под линуксом он работает прекрасно vnc кстати работает для графического управления как кросплатформер то есть если нужно соединиться rdesk я тут написал на самом деле я не уверен что он открытый крайне не уверен телнет староват не шифрованное соединение я не великий специалист по этим протоколам я много вам не расскажу но просто я еще парочку напишу xmpp google иногда делает очень хорошие вещи оно так глобально поддерживает открытые технологии которые позволяют собственно образование включать вы можете подключать новых пользователей ничего им не платить они пишут программный код и самое главное учатся людьми-то вещами свободными пользуются известно что андроид например он на основе ядра линукса сделал а ядро андроида это линукс они операционной системы гну почти ничего не убрали как бы это android-линукс можно так сказать не гну линукс а android а гну линукс кстати это название гну линукс можно так сказать гну линукс где линукс это ядро операционной системы. Ну и помните, я вам как-то рассказывал, что в самом начале пришлось место про операционку, что есть ядро, а есть всякая оболочка, системные утилиты, всякие командные оболочки и так далее. Вот у них можно так сказать, что это Android на Linux. Но нам сложно сказать. Дело в том, что они-то, пользуясь тем, что ядро Linux свободно, они его тоже там ковыряют, а ковыряют активно, поэтому Android, он в каком-то смысле уже просто Android потомок только Linux, но не... Хотя что-то, может быть, они изгнудили, я не уверен. Ладно, я к чему? Я к чему? Это тоже я сказал, что это должен ли как. Значит, еще парочку. Протокол, как мы сказали, Google Talk работает по XMPP. Почта, e-mail. Для работы e-mail есть прекрасный протокол SMTP, он работает много лет, в нем много версий. Смарт-мейл, prefer-протокол. Это протокол взаимодействия друг с другом почтовых серверов. Но это же самое главное, чтобы почтовые серверы знали, как, собственно, передавать сообщения, умели вот соединиться, переведить эти сообщения, туда, эти сюда. В частности, там всякие заголовки, которые можно фильтровать. Если вы когда-нибудь открывали письмо, открыть заголовки письма почтовым клиентам или где-то еще, то вы могли видеть служебную информацию о письме со всякими заголовочками. там существенно больше, чем то, как это вам почтовый клиент, если вы вообще как-то пользуетесь почтовым клиентом. Большинство брау... Кто пользуется почтовым клиентом? Поднимите руку. Один человек на аудиторию. Больше, чем 10 человек. То есть вы не знаете, что такое Outlook Express, D-Bet, А в чем преимущество Outlook Express между... В чем преимущество? Перед тем же самым Хромом. Легко объясню. Слегка. Вы имеете почтового клиента, который что делает? Занимается шифрованием в частности письма, если вы шифруете письма. Так уж? Не хотите, чтобы кто-то читал? Не давал с инклюкным текстом за сниферили. Вы должны зашифровать письмо где? Тут. Локально. Прямо тут. Вы должны сюда его подписать цифровой подписью и зашифровать, подписать. После чего оно уже шифрованное передается. Все, его по пути не прочитаешь. И только конечный человек, имея ваш ключ, он прочитывает и смотрит. Да, действительно, это точно от вас письмо. письмо и он смотрит, что оно шифрованное, да, PGP есть. Методика шифрования открытой. Методика шифрования OpenPGP программа для этого дела есть. Ну и конечный ваш получатель его расшифровывает. А когда вы соединяетесь через браузер, да, у вас есть браузер, то у вас происходит шифрование только самого соединения. Ну, дай бог, есть. Правда, большинство оно есть, да, то есть у вас шифруется соединение с чем? С веб-сервером. сервером, веб-сервером, ну, допустим, Google. Да? Ну, Google такая компания, которой хочется доверять. Не говорю, что можно, но хочется доверять. Но она там получает письмо, да, АКИ есть в чистом виде. то есть она соединение посередине шифрованное, а что теперь есть, да, а там она письмо как есть. Понятно? То есть не от точки к точке шифрования, а до сюда. Потом еще неизвестно, как они его передают. Еще неизвестно. Как они передают другим почтовым серверам. Вот это вот SMTP. Он там в шифрованном виде у них передается? Опять же, нужно уходить в детали протокола, в каких версиях он там шифровится, в каких не шифровится. Еще есть для скачивания писем с сервера есть еще несколько, но это уже, поскольку вы и так не пользуетесь почтовыми клиентами, то говорить о связи, как почтовый клиент связывается поп-3 и имак является более продвинутым. Оба они поддерживают шифрование, имак поддерживает папки на сервере и хранение писем из сервера, поэтому он более конструктивный и современный. Ладно, тут можно было бы долго еще писать всяких разных протоколов про разные сетевые приложения. Самое главное, что когда вы будете создавать свое приложение, то вам придется хотите вы или не хотите какой-то протокол разработать. Правда, очень часто то, что называется веб-приложением является приложением в приложении, то есть как бы например JavaScript в браунде, то есть уже как бы сквозь HTTP, то есть над стройкой, и этих над стройкой над HTTP для взаимодействия JavaScript в приложении с веб-сервером, то есть именно с Apache или Jinx вот там, вообще даже не с ним самим, а с надстройкой над ним, с веб-фреймворка, то есть там крутится некий сетевой сервис, например, для питона джангер, вот он сидит там, у нас на веб-сайте, и он там занимается над базой данных, сидит например, что-то делать. Ладно, давайте сейчас не будем углубляться. Уровни модели ось, вы их должны знать наизуительное зачёта. Так, CCO пользователь, CCO следующий, а, я пропустил один, я один пропустил, исправимся, представление, представление, CCO следующий уровень, это транспортный, транспортный, следующий, сетевой, сетевой обеспечивает маршрутизацию пакета, и до уровня сетевого кадры, информация там, будущая по сети, она распаковывается на маршрутизаторах, чтобы они могли взглянуть на айпишники и понять, куда дальше это дело посылать. Поэтому не распаковываются пакеты целиком, но до этого уровня не приподнимаются. Транспортный, напоминаю, обеспечивает, что целостность передаваемой информации восстанавливает порядок, потому что на сетевом уровне может нарушиться порядок последовательности передачи пакетов. ниже сетевого находится канальный, под канальным находится физический, но я не буду проговаривать еще раз их функции. В принципе, часть канального еще относится к сетевой карточке, но можно сказать, что он относится к их операционной системе, потому что можно подменять, чтобы сетевая карточка, если она поддерживает функцию, все пакеты принимать, подслушивать, что бежит по сети. Это делает операционная система. А часть канального уровня и физический реализована аппаратно, то есть это сделано аппаратно, или, короче говоря, сетевой карточкой. Но зависит от того, что за сеть у вас в разной сетевой карточке аппаратная поддержка. Потому что сеть можно организовать любым мыслимым соединением. Инфракрасная связь можно, радиосвязь любых частот, правда физические ограничения на маленьких частотах, если это килогерц, вы там конечно не передадите слишком много информации. Мегагерц зависит от того, сколько сильная частота, тем больше мегагерц у вас, тем у вас больше информации о потоке можно заложить, да, там вай-фай, да, но с другой стороны, чем выше частота, там волновые свойства распространения, он хуже огибает. если килогерц от атмосферы отражается далеко улетает сигнал, то конечно на гигагерцах приходится часто тыкать передатчики достаточно. Ну то есть к этому двигается, в мегаполисах 4G, 5G, 6G, любыми практически возможными оптоволокном можно лазерным лучиком из окошка в окошко лазерным лучиком здесь ставим, чтобы у нас управлялся нолик единички передавал и там принимаем разрабатываем свою сетевую карточку условно подстыковываем ее по канальному уровню правильно так, чтобы она передавала туда возвращала кооперационные и у нас все, а все, дальше все остальные протоколы стандартов. То есть тут некоторая свобода для тех, кто шарит для РТшников и они могут тут поваловаться, придумывать разные варианты маркер начала, конца, как это дело и там это целая опрос. Здесь все это дело то же самое, как естественно поднимается наоборот. Я напоминаю, что кроме айпишника нужно знать еще и порт. То есть когда вы хотите соединиться с каким-то компьютером, вам нужно не только айпишник, но вам нужно какой-то порт. Ну, не знаю, 190-70, не локальный, 192 это локальный, 197 по-моему, 0, 17, 3. Этого недостаточно, чтобы соединиться с компьютером. Вам надо по на какой порт я буду стучаться к нему, с каким портом я буду устанавливать эти линии. Как я догадаюсь, пространство портов 30, прошу прощения, сколько, 30, 2065, 6535. Это у нас сколько, 2 байта, да? 2 байта у нас на номер порта. 65 тысяч портов. Пойди догадайся, в какой порт стучаться. Можно, конечно, посканировать порты. то есть, взять и попробовать постучаться в этот айпишник на первый, второй, третий и так далее порты, посмотреть, как он там оттуда откликается. Но, пойди, догадайся, если очень много разных пользовательских протоколов, то, пойди, попробуй. Первый тыкаешься при помощи HTTP, он тебе не отвечает или отвечает каким-то непонятным образом. В принципе, существуют сканеры портов, которые по неким характерным ошибкам могут прощупать, а что там на первом, на втором порту сидит. Понимаете? Есть такие программки исследовательские, как по сети прощупать айпишник. Эти программки обычно для кого? Для кого они нужны? Для, собственно, его сложно называть криптоаналитиком. Давайте так назовем. Эксперта по информационной безопасности. Дальше только по вопросу, кто он, добрый или злой. Вот эксперт информационной безопасности. Он берет, изучает ваш IP-шар и сообщает вам, вы ему заплатили денежку, условно, он вам говорит такие-то порты, у вас тут бреши безопасности, здесь у вас такой-то сервер, его можно атаковать так, здесь у вас такой-то, его можно скомпрометировать. Что значит скомпрометировать? Понимаете? Что такое скомпрометировать? Представьте себе, что вы звоните в организацию, секретарю, представляетесь именем директора, именем очистного директора и говорите условно его голосом. И говорите ему, у меня лежит на стороне какой-то документ, да, срочно, сейчас там налоговая проверка, срочно его в шреддер. Ну, или что-то такое, да, или секретарь, или доверитель, и делать. То есть, какой-то способ обмануть приложение, которое сидит там, так, чтобы оно из-под своих пользовательских прав, таким оно обладает, выполнило на удаленных действия, которые приводят к необратимым, необратимым, к нужным последствиям. Понятно? То есть, произвести удаленное управление, когда ты на это реально никаких прав, по идее, не обладаешь. Понятно, да? Так, ну ладно. Что я хотел сказать дальше? Уровни модели 8 мы с вами записали в столбик. Я не буду остальные уже прописывать. Точно не писал? Ну давайте ократим. На транспорт на уровне это TCP, который обеспечивает целостность пакетов, и UDP, который обеспечивает порядок пакетов, но не дозапрашивает битые пакеты. То есть, он такой односторонний, как бы он посылает и окей не ждет. Чек сумму подписывает. То есть, мы на пункте приема можем определить, что пакет битый, но дозапросить не можем. То есть, часть информации теряется потенциально. Он используется либо при очень хороших сетевых соединениях, хотя все равно часть информации может теряться при этом, но уменьшается количество трафика за счет того, что не нужно. Ок, скорость соединения, и он подходит для всяких потоковых передач. Потоковое видео, потоковое аудио, радио, вещание, где актуальность важнее, чем целостность. Понимаете? Вам важно то, что говорит ваш собеседник прямо сейчас, секунду назад, а не то, что он сказал 10 секунд назад, будет задержка накапливаться, накапливаться. Если бы потоковое вещание или телефонная связь через интернет шла через TCP, то при нарушениях и ухудшении соединения вы бы по-прежнему хорошо слышали вашего собеседника, но все, дальше, 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 как бы по времени откатывал до задержки. 10-20-30 секунд, минута, сказал очень, ждем пока дает. Сетевой, это только IP. Канальный, я назову только один, хотя их на самом деле много, и это зависит от физического уровня. Для Wi-Fi там свое, я назову только один, это проводной, это Ethernet. Ethernet. Это тот самый, для которого MAC-адреса. Тот, который для Wi-Fi, это не совсем Ethernet, хотя там тоже MAC-адреса присутствуют. Физически я вам вообще ничего не скажу, речь тоже не буду говорить. Ладно, значит, теперь еще один протокол пользователя системы пишу, то, что про него надо сказать. DHCP. Что это такое? Я в прошлый раз вам рассказал о том, что IPшники должны быть уникальны в рамках подсети. И даже сказал, что, собственно, раньше их устанавливали от руки. Системный администратор приходил, вносил IPшник, маску подсети на имя домена, DNS сервера, IPшники DNS сервера, и тогда все, сеть начинала у тебя работать. Но, естественно, никому бегать не хочется. А хочется как-то это организовать, так, чтобы автоматически ты включился в сеть и сразу заработал. Но так не бывает. Надо же, чтобы как-то это было организовано. Поэтому существует в рамках локальной сети в рамках локальной сети существует так называемый, ну, обычно выделяется, так называемый DHCP сервер. DHCP сервер, как и веб сервер. Это не физическое устройство, а это сервис, то есть некий демон, который крутится, как HTTP сервер. Вот так вот, DHCP сервер, это программное обеспечение, которое крутится, висит на определенном порту. я про порты сказал, а не сказал, что есть у большинства протоколов и стандартные порты. HTTP обычно ждет соединения на 80-ом порту. FTP 20, ух ты, ёлки, не забыл. 20-ый, то ли 20-ый, то ли 21-ый. Я боюсь наврать. Вот кто-то из них, 20-ый, скорее всего 21-ый, а этот 20-ый, но могу врать, могу врать, я не помню. SSH точно 22-ый. Этим не помню. SMTP 25-ый, стандартный для него 25-ый, у POP3, я помню, шифрованный стандартный 993-ый порт, и map не помню совсем, у DHCP 67-ой и 68-ой, 67-68, один для отправки, другой для приема, когда он соединяется с клиентом, он на определенный порт отправляет. ответ. Вот 67-68. Значит, и любой из клиентов, который только что присоединился, посылает такой специфический пакет, такой специфический пакет, в котором он посылает в качестве IP отправителя 0-0-0-0, он не знает свой IP, да? А в качестве IP-получателя он прописывает 255-255-255-255-255, то есть вообще всем, до кого может достучаться. Посылает он его на, собственно, 68-ой порт, обычно пишут как, IP-шник двоеточие порт, чтобы указать и IP-шник, и порт. но это не всегда в разных утеритах сетевых по-разному это указывается, но IP-шник с портом. На условно всем 68-ой порт пытается послать сообщение по протоколу, все остальное сейчас не прописываем, да, там транспортный и так далее. А, собственно, содержание этого сообщения такое DHCP Discover. Он говорит, ищу DHCP сервер, где он тут есть. И ему должен откликнуться только один. Часто начинающий системный администратор, покупая несколько устройств сетевых, не соображает, что у него DHCP как сервис. Одновременно и на одном устройстве работает, и на другом. То есть у него возникает несколько DHCP серверов. И тогда тот, кто первый откликнулся, тот и говорит, и я DHCP сервер. Тому он и поверил. И он тогда может, часть компьютера получила IP-шники от одного, а другая часть получила от другого. Первое. Могут возникнуть конфликты. То есть оба DHCP сервера могут выдать один и тот же IP-шник. Говорит, можно я буду Васей? Можно? А другая спрашивает другого. Можно я буду Васей? Если бы он спросил того, что он сказал, извини, имя Вася занят. IP-шник какой-то занят. Да? Ясно? На самом деле, правда, решение все равно принимает DHCP сервер. Вот. Но не должно быть двух DHCP серверов в одной локальной сети. То есть когда у вас дальше стоит маршрутизатор, который фильтрует это. Ну естественно, что DHCP Discover не должно вылетать за пределы локальной сети, правда? Поэтому здесь должна стоять огненная стена, фаервол, который точно DHCP Discover за локальную сеть не выпустит. в интернете гулять рассылать во все интернеты 255 естественно широковещательное на все интернеты шлюз, я не буду писать, может это компьютер, сервер, шлюз, компьютер или маршрутизатор, выполняющий функцию шлюза в интернет. Ну правда, локальной сети DHCP сервера. у него есть два режима. Ну три, но считаем, что два. Два режима выдачи IP-шников. Первое, это статический IP, не путать с локальной сетью, где вообще нет DHCP. Бывает локальная сеть, не имеет DHCP, но тогда снова руками пишем всем IP-шникам, пишем маску и отвечает за это живой человек, системный администратор. А здесь системный администратор отвечает за настройки DHCP сервера. Да, и он не виноват, если что-то не так пошло, обычно все нормально. Есть некоторая DHCP сервера, заносится информация о пространстве этой сети и какие-то фиксированные IP-шники могут иметь фиксированные MAC-адреса. То есть, когда компьютер с определенным MAC-адресом спросит DHCP request, да, следующее сообщение, которое он делал, DHCP request, он спрашивает, собственно, запрашивает в себе IP-шники и сетевые настройки остальные. Он ему либо сгенерирует любой еще не занятый, если для этого MAC-адреса не зафиксирован IP-шник, или он ему выдаст конкретный IP-шник, который за ним зафиксирован. Понятно? При этом существует дополнительная опция. Когда компьютер запрашивает IP-шник, он ему может выдаваться не навсегда, а как бы лизинг, то есть, на время арендуется, и он должен через указанное ему время, то есть, ему выдается IP-шник, и при этом сообщается лизинг-тайм. Через какое время он должен снова запросить у этого DHCP-сервера еще раз либо подтверждение того же IP-шника, что все в порядке, тебе продлевается твоя аренда IP-шника, либо перезапрашивается на новом новый IP-шник он получит. Ясно? Вот эта технология DHCP, она экономит очень много нервов системного министра, включили, и у вас работа. Так, я пока я не буду подробнее рассказывать, обычно, обычно в быту вы покупаете, вы не паритесь с настройкой DHCP-сервера на отдельном устройстве, на линзе-сервере, вы покупаете сразу готовый маршрутизатор, который обычно часто еще является и точкой доступа, раздающей Wi-Fi, который, по сути, на нем стоит маленький линукс, на таком маленьком компьютере, стоит маленький линукс, там маленькая материнская плата с флешечкой, на которую прошита операционка, и там все в порядке, он имеет не только монитор к нему не подключен, зато к нему можно по HTTP-протоколу подключиться, ввести пароль админа и через браузер управлять этим малюсеньким компьютером, да, ASUS, D-Link, Cisco и так далее. И у него, он мало потому, что обеспечивает функцию маршрутизатора, у него есть один порт, который one, и 4, там 8 портов LAN, я говорю такое бытовое, пользуется искренне, и вы заходите на него по HTTP, и на нем же обычно и работает DHCP-сервер, его можно выключить, сказать, вот иногда бывает так, что человек раз маршрутизатор, два маршрутизатора, и первая проблема, что у него DHCP-сервера работают и там, и там, такого быть не должно, DHCP-сервера должен быть только один вакансий. Все. Про это все. Теперь следующее. Это очень сложная, классная и мощная вещь, а именно система доменных имен. как складывалась жизнь. Естественно, айпишники запоминать как-то неприятно. Вот попробуйте запомнить, ну нет, когда мы пользовались локальной сеткой активно мы запоминали какие-то айпишники. Я до сих пор помню айпишник фампокского сервера. 194 80 сейчас секундочку 194 160 194 ух ты, елки-палки, забываю уже. 80 0,1 кажется. Кажется так, но я уже действительно забываю. ну трудно запомнить айпишник какие-то числа. Что легко запомнить? Название. Да? Соответственно, как нам сопоставить эти названия? Ну очень просто. Надо сделать файлик, в котором я себе возьму и назову. Ну давайте файлик назовем сам файлик, чтобы было понятно, где он в операционке лежит. Ну самое простое, что можно. Все настройки компьютера линукса лежат обычно в папке ETC. ETC. Другое. Там лежат настройки. Вот там лежит файлик, который называется хост. Хосты. Ну то есть узлы связи, с которыми можно связаться. И там так и написано. Ну например, там написано localhost и написано 127.001. Между прочим, вот этот айпишник все знают, должны знать. Это айпишник локального компьютера, то есть своего собственного. Можно послать всегда пакет на свой собственный компьютер. Называется loopback интерфейс. Петля на самого себя. Понятно? Можно установить соединение с самим любой сервер, любой клиент может установить соединение с самим собой, с любого порта на любой. Ну и там написано, в этом файлике написать localhost, чтобы можно было вместо этого айпишника писать в браузере localhost, ну или в любом другом сетевом соединении написать localhost вместо этого айпишника. Вот. Кроме этого, вы всегда можете взять и писать любое имя, которое хотите, и назвать ему конкретно айпишник. Ну например, вам выдал провайдер ваш, выдал какой-нибудь айпишник, в котором 81173173. Ну пойди запомни. Да? Запомни свой айпишник своего сервера. Ну чтобы не лазить каждый раз, я его назову там, не знаю, mysrv или myserve. Я буду ping myserve, ssh myserve, да, там, и так далее. Соединение по имени, его будет удобно, правда? А дальше возникает следующий вопрос. Вот и тогда, казалось бы, прекрасно. Однако, представьте себе реальный интернет. Я хочу позвонить своему товарищу и сказать ему, какой классный сайт я нашел и назвать его сервером, давайте сейчас не ладно, мне надо писать. Сервер, по такому-то протоколу, вот соединись туда, я нашел, посмотри, что там лежит. Я ему должен диктовать айпишник, по-прежнему, потому что это имя, это мое локальное, оно в моем файлинге записано. Ну, что я могу сделать? Я возьму и пошлю ему, соединюсь со своим товарищем и пошлю ему файлик ETC в космос. Пошлю ему файлик, правильно? Чтобы мне было легко называть ему, говоря, вот такой айпишник у него там прописан. Ясно? Но еще было бы лучше, если бы для всех людей, объединенных в сеть, все имена совпадали. Имя соответствует айпишнику, да? И любому человеку можно там объявление вешать. Май серв. И это значит вот такой айпишник. Классно? И возникло, что никаких проблем в основном уже программисты сидели. Они вставили всякие скрипты по распространению файла ETC хост, который его копирует, произошло изменение, кто-то добавил такое-то имя, такое-то айпишник. И файл разошелся по всей сети, прописался, везде теперь все знают. Здорово? Но автоматизировано, глобально, все имена глобальны. Правда здорово? А если кто-то не хочет, чтобы его файли помогал? Тут возникает вопрос того, а кто реально за это отвечает, кто администрирует? Раз. Второе, в связи с масштабированием сети возникли проблемы, масштабирование, проблема скорости обновления, то есть это стало очень долго распространяться, немыслимо долго. А самое главное все-таки именно вопрос администрирования. Кто отвечает за то, что такое и в таком айпишнику соответствует? А если другой человек хочет, чтобы его сервер с айпишником тоже назывался 180, 153, 12, 1, чтобы этот айпишник соответствовал myself, возникает конфликт имен. Кто должен это решать? Должен быть кто-то, кто скажет. Тебе можно, а тебе нет. Понятно? Кроме этого, если вы пытались зарегистрироваться на популярной почте, в Google и так далее, то вы могли столкнуться с тем, что ники заканчиваются. И у вас не получается набрать себя каким-то красивым простым ником. Сталкиваемся с такой ситуацией. Но, естественно, эта ситуация здесь еще чуть ли не раньше возникает. Все глобально совсем, не на каком-то сервере, а вообще глобально в интернете разные названия. Как это решено? Решено это методом создания системы доменных имен Domain Name System. Здесь есть некое совпадение. DNS называется как сама система доменных имен, так и сервера, которые поддерживают ее целость. Таким образом это реализовано. Существует специальный пользовательский протокол DNS. Я, простите, не подсмотрел на каком порту он висит, но когда у компьютера происходит собственно я здесь это буду рисовать. У меня подсети, подсети в подсетях. Вот. Итак, вот какой-нибудь конечный компьютер захотел узнать, захотел собственно узнать какому айпишнику соответствует название диск точка ну допустим Яндекс.ру память преподавателя в кафедре которые ушли туда работать диск Яндекс.ру как ему узнать как ему узнать ну во-первых это не полное доменное имя во-первых давайте порадуемся этим точкам великое дело сейчас вы узнаете почему давайте сделаем его так называемым fully qualified domain name как ставим в конец точку вот теперь это полностью определенное доменное имя доменное имя разбирается с конца для начала для начала мне нужно как человеку запрашивающему это дело мне нужно узнать где кто отвечает за зону ру кто отвечает за доменную зону ру кто знает там подробности этой зоны кто знает очевидно существует какой-то доменный сервер DNS domain name сервер который отвечает за зону ру так называемый primary DNS есть primary DNS есть secondary которые его репликации я про них сейчас не буду трогать какой-то доменный сервер отвечает и его администратор главный за зону ру и он определяет все остальные зоны внутри как мне его узнать внимание есть волшебная зона точка точка это зона в которой создаются домены первого уровня говорят раньше говорили за сколько можно купить домен второго уровня кому идти естественно к администратору зоны ру говоришь я хочу домен яндекс слух а если хочешь себе домен типа ру говорили что нельзя купить а потом появился домен IBM сейчас правда доменов первого уровня стало очень много сайт первые там было RF по мнению всякие такие ну и другие национальные в кодировках национальные а сейчас там сайт онлайн и так далее новые домены первого уровня появились ладно так вот зона точка зона точка обеспечивается я боюсь соврать некоторое время назад их было 13 сейчас я боюсь может быть уже 16 я давал через дефис 13 16 так называемые корневыми серверами корневыми серверами и они как раз определяют кто фирма которая занимается распределением такие фирмы а организация она типа некоммерческая ICAN называется которая занимается как раз определением этих доменных зон первого уровня такой-то стране мы уделяем такой-то домен таким-то организациям орг нет для там каких-то связанных еще и тот такая-то организация будет отвечать то есть мне нужно вначале добежать до primary DNS сервера зоны . эти зоны должны быть вшиты у меня я должен знать знать его IP но их не так много их легко записать в браузер или куда-то еще на компьютере в его собственную систему DNS запроса чтобы он знал куда сбегать к корневому серверу я назову этот сервер A root servers .net это его доменное имя я боюсь что я его пишу не совсем правильно но root servers net точно правильно а там A, B, C, D и так далее .F они вот так буковками называются соответственно я пришел к нему не важно что я это сделал через кучу сетевых соединений но я у него спрашиваю дорогой скажи мне пожалуйста название доменное имя сервера который отвечает DNS сервера который отвечает за зону ru где мне его искать и его IP желательно потому что ты же знаешь IP этого доменного сервера тот говорит да я знаю его доменное имя и его IP он говорит за зону ru дорогой товарищ иди пожалуйста к серверу который называется a.riple.net ну такая вот так сложилось что у нас в России этим занимается так называемый ТЦ это не торговый центр как-то по-другому технический центр интернет который когда-то выпался из Курчатовского института между прочим интернет в России развивался вот где-то около Курчатовского института была организация RIP и до сих пор доменное имя корневого сервера оно именно a.riple.net хотя уже rip.net не отвечает за раздачу доменных имен в зоне ru вот и он говорит этот сервер a.riple.net сообщает ну все это дело он сообщает на западе это не он пересылает туда это он сообщает информацию тебе он говорит зона ru это пожалуйста к нему я не знаю что там внутри нее происходит она делегирована то есть что он сообщает ru.net ru.net делегирована кому? tc.internet это server.riple.net у него надо спрашивать спросили получили у него спросили кто такой яндекс кому яндекс делегирована зона хочу узнать кто диск яндекс.ru это как? он ему говорит дорогой яндекс эту зону я делегировал эту зону я не я не знаю не знаю что там за диск яндекс.ru это зона делегирована и он сообщает кому именно да значит есть такие доменные сервера у фирмы яндекс давайте я напишу зона яндекс.ru это не веб адрес это не почтовый адрес это сама доменная зона яндекс.ru доменная зона то есть со всеми под именами со всеми подзонами которые там слева будут яндекс.ru делегирована этой организацией кому? ну естественно там я не знаю какой он я напишу яндекс и соответственно у них есть специальный для этого сервер сервер ns1 .yandex.ru ну ns потому что name сервер dns ну d не пишет именной сервер сервер имен name сервер это главный а есть еще те которые копипастят с него для ускоренной раздачи secondary называется dns сервера вот вы узнали о том что она делегирована и вам сообщили не только доменное имя но и айпишник к нему я его не пишу я его и не знаю на память но вам соответственно по протоколу dns отписали его не только имя но и айпишник и после этого вы знаете айпишник и сервера имен яндекса вы идете к ns1 яндекс true и он вам уже говорит да говорит я знаю кто такой диск яндекс.ру а не обязательно он не должен делегировать диск он может все под имена если он не хочет уже делегировать у него уже не очень много и это все реально администрируется одной организацией зачем ему это делегировать не нужно вот ну и он говорит да диск яндекс.ру я знаю и вот тебе айпишник и он нам уже возвращает тот самый айпишник ради которого затевалась вся эта возня пользуясь этим айпишником мы уже что мы говорим наш запрос dns закончен наконец мы узнали айпишник и узнали что на самом деле это где-нибудь вот тут с таким-то айпишником понятно то есть расшифровка давенного имени это такая хлопотная работа естественно каждый раз выполнять ее не дай бог руками с компьютера я могу воспроизвести ее но боюсь время нас подпирает время нас почти так вот лениво да даже если это будет автоматизировано а самое главное сколько трафика представьте сколько трафика объемно да а да кстати я вот не сказал еще почему это все хорошо почему это добро призвут потому что вот это делегирование определяет некоторую административную управляемость если вдруг что называется в стране произошел переворот и какие-нибудь террористы или просто ракетиры захватили сервер а рипмнет да доступ к ним получили да то они могут что сделать они могут все имена переписать кому хотят да вместо яндекс.ру выскакивает только безглад полученный сервер который подделывается под яндексом собирает пароль еще что-то да и никогда этого особо быстро не разберется ну в общем нехорошо да и что и можно правительство например да то есть это же реальные организации с реальными людьми да и эта организация пишет в ICANN говорит да срочно на такой-то теперь ру точка такой-то такому-то опишнику соответствует да исправьте пожалуйста чтобы сервер имен на который вы делегируете эту зону был другой и все то есть здесь есть взаимодействие организаций друг с другом сервера вторичная понимаете и у этих в первую очередь юридический или международный договор когда вы да дальше возникает вопрос могут ли можете ли вы 18 лет всем кому нет 18 лет есть ну вот вам нет нельзя а всем остальным можно с паспортом прийти в москву да даже можно без паспорта можно через интернет это сделать но не в т.ц. интернет т.ц. интернет напрямую с безлицами не взаимодействует но любой гражданин российской федерации имеет право не занятое доменное имя в зоне ру а так же р.к. какие-то еще да себе делегировать да часто и не гражданин да и не только в ру а можно и в зонах всяких других контур и так далее естественно вам его никто не продаст что это значит убить доменное имя нельзя имя можно арендовать арендовать доменное имя на год в некоторых организациях уровня там ру нет ком можно арендовать сразу на 3 года там на 5 чуть ли не на 10 лет какие-то есть там увеличенные сроки в ру доменной зоне каждый год вы обновляете эту аренду то есть вы должны заплатить очередную денежку на за право администрирования то есть еще раз говорю давайте правильно сформулируем купить домен купить домен это неправильная фраза нельзя купить домен как это правильно правильно это называется так арендовать арендовать право администрирования администрирование доменной зоны допустим один год на один год ну или там x лет естественно для того чтобы интернет был стабильным и через год не возникло какого-то другого человека который впервые вас успел его арендовать есть некоторые специальные механизмы продления да то есть по регламенту ТЦ интернет есть регламент там определяется не конституциями не законами не правилами а есть регламенты этих организаций вот этой этой там ну ниже лежащих я не знаю как бы обычно вот этот и этот ключевой вот так вот этот регламент определяет что там есть там месяц на продление да после какого-то срока если вы не оплачиваете переаренду то это доменное имя окончательно освобождается понятно да и может быть заново делегировано любому другому человеку и существует даже специальный бизнес на этом деле называется кибер сквоттинг как бы кибер не знаю жадность захват когда человек захватывает доменное имя подозревая что какая-то крупная компания будет нуждаться в этом доменном имени для своего сайта Disney Rep и вот он успел как физлицо арендовать этот домен выкатить туда какой-то сайтик и когда Disney проснется и захочет сделать свой сайт то они придут к этому вот ТЦ интернет скажут мы хотим скажут извините вот физлицо вот договор да опять же точно так же как здесь организация организация домен продается не в сервер он конкретному либо физлицу либо организации понимаете да то есть это с печатью организации и так далее и отслеживая да я не сказал ну идти идти покупать на некоторое цель интернет он с физлицами не взаимодействует с физлицами а у него заключены специальные договора с так называемыми регистраторами доменных имен регистраторы доменных имен которые по-своему умеют обтирать клипку пользователя завлекать его к себе низкие цены на первый год аренды а на второй год выше чуть ли не бесплатный первый год можно себе имя домена заказать а на второй год вы что делаете вот я когда-то поработал в такой фирме фирма была НИКРУ это одна из первых точнее не знаете первый регистратор доменных имен РУЦЕНТР называется у меня сразу конкурентов чтобы вы туда не шли обязательно РЕКРУ а вообще этих регистраторов доменных имен больше 20 я не знаю сколько их сейчас когда я там работал много лет назад уже было больше 20 сейчас может уже за 50 перевалил кто-то в зоне РУ вот так вот они как делают забавно первый год вот вы только зарегистрировались вам чуть ли не бесплатно можно домен себе арендовать на год а через год вам там будет стоить 800 рублей например продли менять регистратора можно но при этом там опять же какие-то разникают тонкости со сменой регистратора но самое главное что украсть у них достаточно сложно они реально проверяют документы когда какой-то человек списывается с ними по имейлу и говорит измените доменный сервер на такой-то сейчас хотя иногда и у них можно как-то поддельными документами еще что-то но суда не доказывают говорят нет это не то это поддельный документ война иногда очень серьезна потому что эти киберсквоты которые захватывают доменное имя чтобы его потом перепродать получают дикий день очень часто захватить правильное доменное имя он сидит его там годами продлевает оплату то есть он вкладывается в это дело тысячу имен захватил сразу и выстрелит только одно но он его может продать за тысячи долларов понятно я вас не призываю мне кажется это очень такой вредный душевредный очень неприятный бизнес но знать про них надо потому что иначе вы рискуете например какое-то доменное имя захватили себе через некоторое время вы продлевать его не собираетесь оно не исчезнет просто так киберсквотер какой-нибудь за подозритель что это доменное имя которое вы выбрали оно неплохое кому-то может понадобиться может быть и не вам а может и вам может вы же к нему придете а он успел продлить до вас придется у него покупать уже за намного больше деньги чем вы продлили понятно но в любом случае если вдруг не знаю там условно революция не революция перестроение правительство арф говорит это интернет испортился и не слушает наших рекомендаций давайте козонуру теперь другая организация и все айкен переписывает интернет сидит ничего делать не может все домены теперь другая организация понятно да то есть это централизованное управление сверху вниз оно дает очень многое не может возникнуть двух разных имен двух одинаковых имен с разными айпишками точнее на самом деле все еще интересно дело в том что одному и тому же имени законно может соответствовать много айпишников специально то есть в самом сервере доменных имен так называемая а-запись а-запись она собственно как раз там какие записи давайте окрасим несколько соа нс и а соа это запись о том что я являюсь авторитетным сервером я primary сервер для данной зоны я за нее отвечаю она есть на том сервере который собственно ее и администрирует нс это информация о том какой сервер администрирует данную зону то есть когда я прихожу в например этот самый айкановский а.русерверснет и спрашиваю кто за зону ру то он мне отвечает это не буквой а а буквами нс нс сервер ру точка нс и дальше пишет его доменное имя а также мне присылает справочную информацию его айпишник в доменном имени с записью а это не про диск я администрирую а это про ру точка но не ру точка это нс называется а.рикнг понятно то есть он реально айпишник присылает но не про этот а про промежуточный к кому дальше идти с запроса я что еще не расскажу что вся эта возня персонально вот там с конкретным клиентом затрата что делают делают так на самом деле эти действия так называемый рекурсивный днс запрос вот это то что я показал этот рекурсивный днс запрос его выполняет не каждый компьютер в сети нет если вы хотите можно а его выполняет только так называемый кэширующий днс кэширующий днс сервер вашего интернет провайдера то есть вот эта штука тот кто этим занимается это выделенный конкретный сервачок кэширующий днс сервер провайдера днс по примеру днс и когда вы по протоколу дичь сепи получили сетевые настройки то вы получили эти настройки такие ваш айпи маску это понятно айпи шлюза чтобы знать через что вам бегать в интернет да через какой айпи штик вам ну что такое шлюз я вам подробно объяснял в прошлый раз айпи айпи собственно маску айпи шлюза что еще это ну часто здесь как бы выдается еще и имя доменной зоны в какой зоне вы живете и вы можете еще и даже там зарегистрировать в днс какое локальное имя вы хотите себе но сейчас не будем это трогать лизинг тайм да то есть насколько вам выдан этот айпишник лизинг тайм и вам еще выдается айпи днс сервера провайдера то есть этого самого кэширующего днс сервера тот который за вас будет выполнять эту работу грязную рекурентный днс запрос и целая подсеть целая подсеть этого провайдера с достаточно большим количеством айпишников пользуется услугами одного и того же днс кэширующего днс сервера он не отменит никакой доменной зоны никакой он только делает рекурентный запрос то есть он за вас делает вы говорите ему скажи пожалуйста какой айпишник у этого сайта он и вернул айпишник какой у него такого домена и вернул айпишник поняли тривиальные достаточно действия но благодаря тому что у нас возникает масштаб у нас много компьютеров спрашивают например вкком какой айпишник долгий палк он уже давно запомнил все айпи вкком много айпишников естественно распределенная система куча сервировки поддерживает много айпишников но тем не менее да он уже давно запомнил какие айпишники вкком зачем я его переспрашиваю 10 раз на дню тысячу раз на дню да он это дело у себя кэширует закэшировал а как часто вкком собирается менять свой айпишник ну потенциально вкком может изменить свой айпишник может ему даже не нужно обращаться в ТЦ интернет или к своему регистратору не надо потому что ему эта зона или яндекс.ру может изменить айпишник диск яндекс.ру может ему не надо ему достаточно внести изменения в файл зоны яндекс.ру на сервере нс1 яндекс.ру то есть зашли туда Там стоит сервер, ну сервер, в смысле, что это? Программное обеспечение. Большинство DNS серверов работает на программном обеспечении BIND. BIND это программулька, которая выполняет функцию DNS сервера и, собственно, админит доменную зону. BIND, но поскольку старые версии являются уязвимыми, то BIND 9. BIND 9. Почти неуязвимая, хотя не очень защищенная. Тем не менее, хорошая сфера админных объектов. Его можно повозиться, с ним понастраивать, почитать про него при желании. Вот. И там они делают изменения и в следующий раз будут уже другой IP-шник отвечать. И все. Изменения внесли. Но он главный за эту зону, за зону Яндекс.Ройон, будет отвечать другое. Но там может быть закэшировано старый IP-шник. Там может быть закэшировано старый IP-шник. И он еще некоторое время будет выдавать старый IP-шник. Понятно? Так вот, когда у нас этот DNS кэширующий скачивает файл зоны, скачивает информацию о домене диск Яндекс.Ру, например, отсюда, прошел отсюда, да, он скачивает информацию о диске Яндекс.Ру, какой у него IP-шник, он еще и получает нечто наподобие лизинг-тайм. То есть он получает еще и время, через сколько ему нужно сходить и обновиться. То есть у разных доменных зон есть разный, как сказать, уровень актуальности, насколько часто надо переспрашивать. Но он делает, ну не знаю, раз в сутки, или даже раз в час, но не чаще. Чаще точно он считает, что не изменится. Поэтому, когда вы ориендуете доменное имя, то на то, чтобы эта информация разбежалась по интернету, по фокеширующим серверам, и из любой подсети интернета на ваше доменное имя откликался нужным IP-шником для сервера соответствующего человека, требуется несколько часов, а то и бывает иногда сутки. Ну двое суток в самом максимуме. После двух суток точно везде раздвижется. Понятно, да? Но не мгновенно. То есть вот эти изменения, они наступают, но не мгновенно. Вот. И последнее, что я вам скажу, в каком, если вы вдруг когда-нибудь захотите организовать собственный там сайт, неважно, это будет, но не в контакте страничками, а именно свой сайт. С чего нужно начинать? Первое, с формата вашей собственной организации, кто вы такие, и кто среди вас главный, директор, и так далее. Организатор, старший, старшина. Потому что должен быть реально ответственный человек, который пойдет и на себя зарегистрирует доменное имя этого сайта. Если это будет сделано случайным Вася Админ, который пьет пивко, то он, этот Вася Админ, может, сводя личные счеты со всеми остальными, взять и на доменном имени вывесить все, что угодно, стереть все ваши данные и вывесить там, даже если у него нет прав доступа к вашему постингу, то стереть он не может, но он выставит другой эпишник и все будут заходя видеть что-то не то совершенно. Понимаете, да? Если это организация, то это должен быть не какой-то конкретный учитель школы или какой-то конкретный человек, который может быть уволен. Это должно быть зарегистрировано на организацию. Это наиболее... Это узкое место реально. Я могу рассказать две ситуации. Первая, я работал в физтехлицее и там это было зарегистрировано доменное имя бывшим школьником, выпускником, который, естественно, давным-давно выпустил, все же где-то работает и каждый раз, когда нужно было изменить айпишник и сказать, теперь физтехлицеум ру это такой-то айпишник, мне приходилось с ним созваниваться, списываться, ждать, когда он наконец-таки внесет необходимые изменения в файл зоны, без того, чтобы пойти к директору, она бы написала запрос и у нас все эти изменения произошли. Понимаете? Целая проблема. Ну вот. И я с ним еще списался, говорю, давайте переведем, то есть можно переводить, да, вот то, что при продаже происходит именово имени, да, то есть это ваш личный договор между двумя физлицами, там, или физлицо-юрлицо, и вы приходите к регистратору и говорите, вот, теперь управляет зоной он, он администрирует, да, передача прав происходит. Ясно, да? Но это нужно, чтобы произошла передача прав, нужно именно реальные какие-то документы, иначе это будет тот же там полуцентр или какой-нибудь еще регистратор, как-то, извините, а можно схворовать какие-то минеми, документы поддельные, нужно прийти. Вот. Короче говоря, короче говоря, вторая ситуация. Да, закончилось тем, что, хотя он был не против перевести, но он не мог выбрать время, как даже именно поехать, потому что ехать реально, в Астраху, закончилось тем, что в фестиволице новое доменное имя. Старое, нет, только выкинули. Вот. Хотя хорошее доменное имя было. Вторая ситуация с камерным фором ФТИ. Они решили сделать сайт, сделали сайт, выложили туда ноты, видеозаписи, фотографии, но тот человек, который делал, регистрировал доменное имя, ушел с горы с каким-то скандалом, что-то там возлобился и оказалось, что ничего он не хочет никому передавать, ничего, поддерживать он этот сайт больше не хочет, слава богу, ничего выкладывать туда не стало противного или вредного, но это целая проблема встала и я не знаю, как они это решили. Ну, в том году они с вами разговаривают по этому поводу, чем делать. Я сказал, первое, спасайте материалы, скачивайте это, так можете? Потом вы будете разбираться с доменным именем. Самое главное спасать доменное имя. Так вот, определитесь с тем, кто главный. Потом, если вы будете вначале покупать хостинг вместе с именем сайта, вас могут обмануть. Вам дешево продадут хостинг, а имя сайта окажется зарегистрированным не на вас, а на хостера. Поэтому лучше покупать хостинг и регистрировать домен отдельно. Понимаете? Посуда отдельная, недоотдельная. Вот вам нужно вначале организовать себе доменное имя, чтобы оно точно было зарегистрировано на этого человека. Вот он конкретный регистратор, да, у вас с ним есть оформленное отношение. После этого вы покупаете хостинг, где хотите, неважно, в Германии или где угодно. какая разница, где дискендекс находится, в России или нет. Не имеет никакого значения. Главное, что вот этот вот сайт делегировал вашему доменному серверу, который тоже не важно, где находится, в России или нет. Может, на Кипре. Так? Тем не менее, он направляет туда, этот направляет туда и все. И это тоже время в зоне ру. Но отношения начинаются хоститься уже где угодно. Если что, вы сами в файл зоны внесете изменения, а если вдруг сервер доменных имен, на котором вы хостите зону, вас подвел, вы просто обращаетесь к твоему регистратору и говорите, а теперь у нас другой сервер имен. И все. Отвечает за мою зону. И все. И он вам переписывает информацию о вашем сервере имен. Понятно? Вот так это дело происходит. Ну, с Богом, до встречи на следующей неделе. Спасибо.